Ребята, всем привет! В этом видео я хочу рассказать о такой теме, как прогрев двигателя автомобиля в зимнее время. Десятки лет уже идут споры между водителями, у каждого есть свое мнение, свои аргументы. Есть сторонники, которые говорят, нам нужно зимой заводить двигатель и полностью прогревать его, прежде чем поехать куда-то. Другие говорят, наоборот, что можно современный автомобиль завести и сразу же отправляться в путь. Ничего страшного для него не произойдет. Кроме того, естественно, как всегда, есть золотая середина. Люди, которые говорят, что нужно немного прогреть мотор и отправляться в путь. Я в этом видео хочу поделиться своим мнением, своими наблюдениями и опытом реальным, который я использую на своем автомобиле. Думаю, вам будет интересно, это все будет полезно. Я в данном вопросе поддерживаюсь как раз-таки золотой середины. То есть тех автолюбителей, которые не сторонники и полного прогрева двигателя, и быстрого старта после запуска двигателя. Во-первых, сейчас автомобили у нас в основном все инжекторные. То есть если раньше, когда были карбюраторные машины, заводили их на подсосе, естественно, на таких машинах сразу отправиться в путь было нереально. То есть пока она хотя бы немного не прогреется, обороты двигателя не станут устойчивыми, карбюраторная машина, она просто глохнет. У меня было лично пользование две карбюраторные машины, я знаю, о чем я говорю. То есть если карбюраторные, понятно, но таких машин сейчас уже все меньше и меньше, они постепенно уходят за рог. После того, как появились инжекторные машины, многие думают, что можно просто завести, компьютер сам управляет подачей топлива, воздушно-топливной смесью и прочее, прочее. И, соответственно, можно сразу отправляться в путь, компьютер сам там все подгонит. Да, это отчасти правда, что компьютер сам регулирует режимы прогрева, режимы работы двигателя. Однако стоит помнить, что физику никто не отменял. То есть двигатель, что карбюраторный, что инжекторный, он остался таким же, каким и был. По сути поменялась только система питания. Двигатель, как он был из железа сделан, такой и есть. То есть конструктивных каких-то принципиальных изменений двигателя не произошло. Соответственно, пока двигатель холодный, естественно, он не может устойчиво работать. Как я обычно делаю, если на улице не сильно холодно, то есть там в районе нуля, либо там максимум до минус 10, до минус 12, 13 градусов, я обычно выхожу, в машину сажусь, завожу ее. И пока она греется, у меня есть 2-3 минуты, я смахиваю с крыши там со стекол снег, очищаю наледь слабового стекла, визуально осматриваю машину, чтобы все было цело, все на месте, колеса не были сдуты. Соответственно, пока вот эти 2-3 минуты проходят, машина немного прогревается, обороты становятся более устойчивыми, и я сажусь в машину и отправляюсь в путь. Здесь также важно еще понимать, в какой местности вы начинаете движение на автомобиле. То есть в моем случае получается это спальный район. Соответственно, 2-3 минуты машину прогрел, прыгну за руль, и потихоньку выбираюсь на первой, на второй передаче, выезжаю из парковки, со двора, на местный проезд, проезжаю по местному проезду, потом выезжаю уже на проспект, соответственно, и все это время, еще там минут 5-7, пока я выбираюсь, получается, до дороги, машина прогревается на ходу. То, что на ходу она прогревается быстрее, это уже, я думаю, доказанный факт. Многие, наверное, уже проверяли и убедились в этом. Когда двигатель работает под нагрузкой, он прогревается намного быстрее, чем стоя на месте на холостом ходу. Единственное, не стоит сразу, мол, они прогревают на двигателе, давать ему большую нагрузку слишком, то есть газовать в пол где-то, буксовать, пробуксовки делать, то есть это все, конечно, на пользу двигателю не идет. А вот спокойно, в спокойном режиме, плавно, аккуратно выехать на дорогу, он только как раз-таки прогреется до рабочей температуры, вы выедите на дорогу, соответственно, у вас уже машина полностью будет готова к поездке. Прогретый двигатель вам обеспечивает уже нормальную динамику, вы можете стартовать со светофоров, быстро выезжать с разворотов, то есть будет обеспечена безопасная эксплуатация автомобиля. Если же на улице слишком низкие температуры, там минус 25, минус 30, когда, в принципе, машина уже заводится с трудом, тогда, конечно, алгоритм работы немножко другой уже. Там я прогреваю машину, то есть я сажусь точно так же, завожу ее, и там хотя бы минут 7, минут 10 я жду, пока она прогреется, потому что, во-первых, и стекла бывают покрыты толстым слоем, и не, то есть это нужно все, чтобы отскрести, в любом случае нужно, чтобы в салоне воздух прогрелся, иначе можно там до утра все это скрести и не убрать. Соответственно, я, естественно, грею дольше, пока все это отскребаю, подготовлю машину к поездке, только после этого я начинаю движение. Точно так же, как я уже рассказывал в предыдущем варианте, движение нужно начинать плавно, ехать аккуратно. Это нужно не только для того, чтобы сберечь двигатель, но и остальные элементы автомобиля. То есть, если у вас двигатель прогрелся, вы смотрите на шкалу на приборной панели, он показывает, что там 50-60 градусов, к примеру, мы же понимаем, что это температура охлаждающей жидкости. То есть, на такой температуре согрелась только охлаждающая жидкость. Во-первых, не все элементы двигателя прогрелись достаточно. Во-вторых, не прогрелась коробка передач. И что уж там говорить про подвеску, про другие элементы. То есть, у вас обычная подвеска, соответственно, там стоят амортизаторы гидравлические, в них тоже жидкость, которая густеет, замерзает на морозе. То есть, все это должно прогреться до рабочей температуры. Поэтому, после того, как вы начали вестку, первые там хотя бы километра-два нужно ехать в следующем режиме. Не давать машине полную нагрузку, ехать спокойно, пока все это не прогреется и не придет в норму. Вот такие вот советы из моей личной эксплуатации. Надеюсь, кому-то это будет полезно, особенно для начинающих водителей. У кого есть какие-то свои мнения, свой опыт, можете делиться в комментариях.